знаете какой фильм из моей выборки выше всего ценен критиками фильм бой ху я не смотрел его ну вот 100 баллов от критиков но это к слову вернемся к задачам которые можно решить относительно двух переменных перекодированной переменной с рейтингом критиков в которой от 1 до 10 баллов 1 низкий 10 высокий и пользовательским рейтингом с таким же диапазоном изменения во втором видео из этого цикла я сопоставлял эти две переменные учитывая что обе они про оценку некоторыми людьми некоторых фильмов их можно сопоставить только в одном случае это специальные люди это критики в случае это обычные люди пользователи также их было бы трудно сопоставить если не привести к одному диапазону поэтому я привел к одному диапазону от 1 до 10 и выяснил что пользователи в целом лояльнее чем критики относится к фильмам кстати относительно бой худ ситуация обратно не сильно но обратно сопоставлением перемены закончили предыдущем видео я решал уже другую задачу относительно этих переменных я не сопоставлял их я выяснял как одна зависит другой как пользовательский рейтинг зависит от рейтинга критиков группирующий переменная рейтинг критиков зависимые переменные пользовательский рейтинг я применил дисперсионный анализ и показал что связь есть я назначила и она положительная с увеличением рейтинга критиков растет рейтинг пользователей но поскольку как я показал в первом видео по пользовательскому рейтингу есть некоторые смещенность то можно увидеть основание для применения не дисперсионного анализа классического а модификация дисперсионного анализа которую предложили краска и уолис этот метод получил название дисперсионный анализ краска уолиса вот по этому ориентиру я вижу смысл прибегнуть дисперсионного анализа краска уолиса потому что по остальным ориентиром строго подходит именно классический дисперсионный анализ поскольку переменные исходные интервальные поскольку выборка большая это нижняя часть таблички с результатами применения пост хок теста из прошлого видео а теперь применим дисперсионный анализ краска уолиса и налайз на параметры тестс дипа на сэмплс fields я попробую вместить рейтинг критиков в окно группирующий переменной но не смогу этого сделать потому что континуальные переменные ну то есть данном случае скейловая не принимается то есть вы замечаете если смотрели предыдущее видео что здесь интерфейс менее удобный и классического дисперсионного анализа тоже континуальные перемены не очень удобно в качестве группирующие но классический дисперсионный анализ спсс принимает континуальные перемены поэтому я закрываю перехожу в окно с переменами и меняю скейл на орденал и снова запускаю непараметрический тест для несвязанных выборок причем заметьте еще раз название несвязанные выборки не вполне отражает суть метода здесь речь идет о подвыборках вся выборка делится на 10 подвыборок на 10 групп и они между собой не связаны резин критику помещаю группирующую переменную рейтинг пользователей помещаю в качестве зависимый перехожу в окно settings кастомайз тест убираю краска лорис и здесь сразу автоматически возникает возможность попарных сравнений я оставляю и запускаю дисперсионал из краска лориса вот они средние ранги ступенчато поднимаются слева направо фильмы которые критики оценили на самый низкий ранг имеют низкий ранг и от пользователей и фильмы оцененные критиками на высокий ранг максимальный ранг имеют высокий ранг и от пользователей причем и отростки эти отростки и высота бокса уменьшаются при движении слева направо здесь отростки длинные и бокс высокий здесь уже отростки короче бокс уже есть вообще бокс сложился до одной линии отростков нет эта картина похоже на ту которую я получил выполняет классический дисперсионный анализ это средние отростки это стандартное отклонение при движении слева направо отростки уменьшались значит относительно высоко оцененных критиками фильмов пользователи демонстрируют больше единодушия чем относительно фильмов низко оцененных критиками возвращаюсь к выдаче экспрессионного анализа краска лориса сигнификанс меньше пятисотых нулевая гипотеза не принята по графику я понимаю что связь положительная но хотелось бы снова сравнить пятую и шестую группы например средней группы по графику похоже они имеют почти одинаковые средней ранги 2 467 2 976 и вот здесь снизу надо выбрать опцию пивайс компейсенс графическое представление которое перестает быть удобным для восприятия когда много категорий сравнивается здесь уже много категорий поэтому не очень удобно черные линии это линии связывающие категории которые значимо не различаются например похоже 10 и 9 по графику и непонятно но бог с ним с рисунком посмотрим на таблицу ниже идет таблица где все пары представлены интересует пятая и шестая категория вот они разница в средних рангах 509 это столбик просто сигнификанс а это adjusted significance это и другая значимости меньше пятисотых то есть и просто significance и adjusted significance подтверждают что эти две категории статистически значимо различаются кстати тот же самый результат показывал пост хокк тест геймса хоула после классического дисперсионного анализа прошлом видео в конце но здесь возникает отдельный вопрос а что это за adjusted significance just significance 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 рассчитанная с поправкой банферонии и 10 стоит в том что когда происходит много однотипных тестов повышается шанс не принять нулевую гипотезу данном случае нулевая гипотеза и в том что для двух групп средние ранги равны генеральной совокупности так вот когда много однотипных тестов а здесь получается много однотипных парных тестов произошло вроде как по расчетам тьюки а затем банфероне повышается вероятность не принять нулевую гипотезу и вот чтобы скорректировать этот феномен предлагается специальная формула для расчета и джаз от significance и джаз от significance строже бывает прямо гораздо строже чем обычный significance то есть по и джаз от сигнификанс гораздо труднее не принять h0 и тем не менее для 5-6 категории h0 не принято не по significance не по и джаз от significance лично я если мое мнение кого-то интересует против поправки банфероне мне она кажется не вполне обоснованной поэтому я бы ориентировался на столбик significance но в данном случае разницы нет а где она есть она есть например конце таблицы сравнение 9 10 категорий с точки зрения обычно significance h0 не принимается делается вывод что 9 10 категории дают разные средние ранги то есть у десятой категории фильмов фильмов оцененных на 10 критиками значение пользовательского рейтинга в среднем выше чем значение пользовательского рейтинга у фильмов оцененных на девятку это с точки зрения обычной significance а вот с точки зрения significance с учетом поправки банфероне оказывается что нет h0 принимается с уверенность 95 процентов значит нет разницы между фильмами из девятой и десятой категории по пользовательскому рейтингу давайте посмотрим на них на графике еще раз перехожу вот появилась компенсенс к исходному виду куда средние ранги у них одинаковые но бокс для фильмов из девятой группы все-таки стремится вниз ну и разница кстати не маленькая если числа смотри 4 670 против 5300 поэтому я еще раз убедился в своем мнении что не стоит смотреть adjusted significance а лучше смотреть обычный significance получается что вот это кошечка появаясь компенсенс это аналог посох тестов в классическом дисперсионном анализе но если вы смотрели предыдущее видео вы помните что я не только пост хокке использовал как альтернативу я использовал критерий студента для двух не связанных выборок или мужская двух не связанных под выборок могу ли я тоже самое сделать здесь могу но не все так просто как я уже говорил интерфейс для не параметрики менее удобный чем для классического дисперсионного анализа и для критерий студента тоже я не могу здесь выбрать какие-то конкретные группы пятую шестую например не могу не здесь такой опции поэтому если я попробую вместо краск лолиса поставить критерий мана уитни который является не параметрическим аналогом критерий студента для двух не связанных под выборок то что будет то будет она и был ту компьют потому что не умеет критерий мана уитни сравнивать много групп сразу поэтому придется пойти поэтому придется пойти более сложным путем придется отобрать для анализа только наблюдение относящиеся пятой шестой группе по рейтингу критиков как это сделать select cases отобрать наблюдение поскольку речь не идет о создании какой-то новой переменной поэтому нажимаю кнопку дэйта потому что именно здесь находится след кейсис отбираются отдельные наблюдения выбираю и в кондишен из сфальт нажимаю кнопку и выбирая нужную переменную рейтинг критиков которые 10 баллами переношу направо и ставлю равно 5 значок or или снова ту же самую переменную беру и ставлю равно 6 останется группа фильмов оцененных на 5 и группа фильмов оцененных на 6 критиками континью окей фильтрация сработала и теперь я могу заново попробовать применить критерий мана уитни и теперь да он сработал нулевая гиполиза не принята смотрите формулировка похоже очень похожа на формулировку для дисперсионного анализа краскового леса распределение зависимой перемены то есть пользу пользовательского рейтинга для двух категорий здесь не написано они но я знаю что их отобрал пятый и шестой групп относящихся к рейтингам критиков 5 и 6 вот это нулевая гиполиза не принята зайдем внутрь вот график для пятой категории для 6 категории средний рангли 5 категории 1000 средний ранг 6 категории 1222 и обратите внимание здесь есть статистика уилл коксона дабыла есть статистика мана уитни а есть еще стандартизованная статистика ну еще и дизель и тест статистикс есть то есть столько много статистик со всего одна significance 1 сигнили конца относится именно xander да и статистик остальные статистики как я понял список приводит сугубо в качестве дань и уважения автору этого критерия фрэнку вилл коксона он придумал его а также автором доработок исходного критерия ману и уитни они дорабатывали не они придумали они его дорабатывали придумали свою статистику и показали что при больших выборках и собственной статистике не работают а работают за статистика стандартизованная статистика а в спеи сессиям решили применять в итоге только саму стандартизованную статистику и для нее рассчитывать significance не заморачиваться для остальных статистик не рассчитывать а только для стандартизованной статистики за это стандартизации это в общем-то разумно поскольку это сделала метод универсальным он применяется к выборкам любых размеров потому что эти статистики не применяются к выборкам больших размеров а сет статистика большому счету почти универсальна и так significance меньше пятисотых h0 не принято h0 данном случае состоит в том что средние ранги для фильмов из пятой группы и шестой группы равны не принято значит не равны какой больше средний ранг мы видим какой больше насколько кодировка прямая то есть с ростом ранга растет и мнение о фильме значит пользователям меньше нравится фильмы из пятой группы и больше нравится фильмы 6 группа получается что и на этом маленьком отрезке 5-6 категории сохраняется зависимость пользовательского рейтинга от рейтинга критиков эта зависимость есть на всем промежутке от 1 ранга до 10 и на этом маленьком промежутке тоже есть подытоживая я исчерпывающий разносторонний решил задачу поиска зависимости пользовательского рейтинга от рейтинга критиков причем я это сделал в предыдущем видео классическими методами дисперсионного анализа критерия студента и пост хокк тестом об этом видео я это сделал при помощи не параметрических методов дисперсионного анализа краскового лица появилась компенс внутри дисперсионного анализа краскового леса и отдельно для двух групп виль двух групп фильмов при помощи критерия мана уитни как вы понимаете дисперсионный анализ можно применять в том числе и если исходное имеется всего две категории дисперсионный анализ равно сработает и классический дисперсионный анализ краскового лица поэтому дисперсионный анализ это универсальный метод для поиска связи между двумя переменными одна из которые группирующие а вторая зависимая а вот критерий студента для двух несвязанных под выборок и критерий мана уитни это не универсальные методы для поиска связи между двумя переменными одна из которых группирующие 2 зависимы они применяются только если у группирующие перемены всего две категории поэтому если выбирать что запомнить дисперсионный анализ универсальный и не универсальный критерий я запоминал бы дисперсионный анализ